Давненько я не записывал обзоры на каналы для Яндекс.Дзен, но тут особый случай. Нас сегодня ждёт канал про микрозаймы. Да-да, вы не ослышались про микрозаймы. Это когда берёшь какую-то небольшую сумму, а отдаёшь буквально всё, что у тебя есть, буквально раздевают до трусов. Но я человек честный и рекламировать микрозаймы, конечно же, не собираюсь. Да и, собственно, автор канала, который ведёт его про микрозаймы, он их тоже не рекламирует, но рассказывает, как это и почему. А рассказывает просто потому, что он взял несколько этих самых микрозаймов, о чём, конечно же, пожалел не один раз. Многие, конечно, спросят, а зачем Брау, головой нужно думать, там всё вот так вот очевидно и понятно, что не нужно с этим вообще связываться. Я согласен, очевидно и понятно. Но иногда в жизни бывают такие ситуации, что просто нет выхода. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Собственно, сразу, чтобы не было вопросов к автору, хочу сказать, почему он взял. Я-то, собственно, канал изучил, просмотрел, плюс у него там канал на Ютубе, где можно его послушать, потом покажу. Если вкратце, то случился кризис, работы у него не стало, а ему срочно понадобились деньги на то, чтобы сходить в больничку. Ну и он решил, что здоровым, но с долгами лучше, чем другие альтернативные варианты. В общем, ситуации разные бывают, как я уже сказал. Ну и вот, когда он остался с долгами, он решил завести свой канал, чтобы как-то вот их окупить, чтобы как-то заработать на этом. А как на этом заработать? Рассказывать о своем опыте, о своем личном опыте, не по книжкам там по каким-то, не по статьям в интернете, не по рассказам друзей каких-то там. А вот что происходит, когда у тебя есть много долгов, и когда есть люди, которые хотят с тебя их стрясти. Ну, собственно, этот канал на Яндекс.Зене мы сегодня и посмотрим, и поговорим об ошибках, которые там есть, которые я увидел. Давайте приступим. Ну, собственно, вот этот канал, он называется «По уши в долгах», тут слоган «Открытая война с МФО», еще раз подписано «По уши в долгах». Вот это вот заголовок, который Яндекс.Зен сам использует. Собственно, что мне не нравится в шапке, это то, что она не по размеру. Вот эти вот края, не подогнанные, можно было бы, конечно, другую шапку какую-то выбрать. Собственно, и аватарка точно такая же, а не по размеру. Если уж оформлять канал, то, на мой взгляд, делать сразу хорошо. То есть, мой канал Игорь Кретов не такой уж прям идеал и эталон, но хотя бы вот здесь вот картинка по размеру, использованы две разные картинки. То есть, аватарка отдельно, и вот эта вот шапка тоже отдельно. Может быть, из-за специфика своего канала автор не хотел бы показывать свое лицо, но даже так можно было сделать уникальную фотографию какую-то, попросить там заморочиться, взять фотоаппарат и сделать вот что-то такое здесь, что размещалось бы по размеру. И здесь отдельно что-то такое, можно даже без лица, в принципе, но уникальное что-то. Даже если не уникальное, то все равно, как говорили в одном американском фильме, успех кроется в деталях. Чем больше будет таких вот проработанных деталей, тем лучше аудитория будет воспринимать канал. Ну, поехали дальше. Тут у нас описание про то, как я уже сказал, человек попал в сложную ситуацию, и вот он решил помогать людям искать решение выхода из данной ситуации. Немножко абстрактно, конечно, но ладно, можно было бы подробнее немножко описать. Хотя у меня на моем канале тоже не прям целая поэма расписана, ну, тем не менее. Вот, а что еще? У нас здесь ссылка на ютуб-канал, как я уже сказал. Переходим на ютуб-канал. И тут у нас эта же шапка, скорее всего, вот эта шапка взята как бы и для Дзена использована, и для Дзена, и для Ютуба, но стоило бы для Дзена сделать отдельную. У человека 1039 подписчиков. Подписаться. Так, ну здесь вот он не боится лицо показывать, рассказывает о себе. Так что, в принципе, можно даже было бы как-то использовать какую-то обложку со своим лицом. Ну, даже не в шапке, может быть, а вот в превьюшках статей. То есть здесь видно, что вот эти вот превьюшки статей, они взяты как раз где-то с бесплатных хостингов. Вернее, не хостингов, а вот эти вот стоки изображений бесплатные. В принципе, аудитория у канала 45378, 618 подписчиков. Статьи у Дзена и у Ютуба не дублируются, но вот я смотрю как подписчик. Давайте обновим даже страницу. Я вроде как подписался, теперь как подписчик могу видеть. Вот. И вот эта вот линейка видео, когда они в ряд идут, и ниже ничего нет, она не очень удобна. Тут нужно зайти в настройки канала, в админки, и сделать как бы вот нормальный вид превьюшки канала, сделать несколько таких вот. Здесь, допустим, самые популярные видео, дальше по плейлистам разбить их, чтобы можно было удобно как-то взаимодействовать с каналом. Повысить юзабилити, скажем так. Допустим, первая полоска это самые популярные видео, вторая там про МФО полоска, третья полоска там, скажем, о встрече с коллекторами. Ну, как пример. Вот. А когда они вот так идут, ну, непонятно, заходишь и кажется, что тут всего несколько видео, хотя вот можно прокрутить. Они тут есть. Их тут даже много, наверное. Ну вот, да, не то чтобы прям много, но тем не менее. Этим вопросом нужно задаться. Ну, вернемся опять к дзену, посмотрим, что у нас на дзене. Как я уже сказал, вот эти вот картинки, их лучше заменить на что-то уникальное, если есть возможность фотографировать самому картинки. Что еще? Какой момент? Точка в конце заголовка не ставится. Это вот здесь вот на дзене пропускают, но на пульсе за это очень сильно ругаются. Ну, не очень сильно ругаются, но предупреждают, что точка в заголовке не ставится. Если автор хочет потом перейти на пульс, то ему нужно избавляться от этой нехорошей привычки. Давайте посмотрим, сколько всего статей на канале. Ну, статей довольно много, насколько я понимаю. Тут у нас подключена монетизация. И по комментариям можно понять, какие статьи самые популярные. Ну вот 6, 13, 3, 6, 21. И самое интересное, что вот набрала-то у нас больше всего статья, у которой картинка такая вот повседневная, из жизни. Видно, что она не наигранная какая-то. И вот, собственно, тут продолг. Так, ну и вот это вот. А, ну вот автор показывает свое лицо на видео. В принципе, можно было бы и в превьюшке некоторые ставить. Про депутатов у нас довольно популярные темы. Все, видимо, хотят кликнуть и посмотреть, что они там еще придумали. Вот, ну и вот тоже вот 164 комментария. Тоже, наверное, довольно популярная статья. Опять же, повседневная картинка. То есть, нет смысла гнаться вот за какими-то вот такими вот картинками, которые вот прям обработаны. И видно, что они из фотохостингов взяты. Давайте посмотрим. Здесь у нас 3,9 тысяч дочитываний. Вот, да, картинка из повседневной жизни. То есть, не нужно бояться таких картинок. Кстати, вот эта вот запись, источник Яндекс.Поиск, она ни от чего не спасает. Ну, то есть, если правообладатель, то есть, тот человек, который ее создал, либо который юридически обладает правами на данную картинку, увидит, что вы использовали его изображение и будет категорически против, то вот эта надпись, источник Яндекс.Поиск, вас не спасет. В принципе, даже если вы укажете конкретного человека, который создал эту картинку, и что источник, там, автор картинки тот-то, тот-то, и ему опять же не понравится, то юридически он имеет право подать жалобу, и Яндекс.Ден будет обязан удалить эту запись. Ну, и канал может получить ограничение за то, что использовал чужой контент. Много раз такое было. Картинки лучше все, конечно, подписывать. Но я имею в виду даже не то, что автор такой-то, такой-то, а просто, что там изображено, чтобы потом через поиск по картинкам было проще найти ваш канал. Давайте посмотрим, что еще есть. Здесь у нас картинка не самого высокого качества, но статья опять же зашла. 5,4 тысячи. Так, 5,4 не очень много, но вот 3,4 тысячи дочитываний, полторы минуты среднее время. Тут у нас про депутатов. Видимо, про депутатов все хотят у нас читать. Не буду на этой статье останавливаться. Посмотрим, что у нас 17 тысяч дочитываний. Вот, интересно, 17 тысяч дочитываний. Это уже что-то. 17 тысяч дочитываний. Картинка, опять же, повседневная. Из жизни какой-то видно, что люди что-то делают. Как я уже говорил, в статьях очень важно, какой у вас заголовок и какая картинка используется. Лучше по возможности нафотографировать каких-то изображений, там, с телефона, не с телефона, а более-менее подходящих под тематику блога и использовать их. В любом случае, вот такие изображения не особо цепляют. Не особо заходят и не особо цепляют. Вот эту картинку на Яндекс.Дзен я видел раз 50, наверное. Потому что все их тащат с Пиксабея и используют под свои нужды. Ну ладно, это что касается картинок. Сам текст, я, признаться честно, не вчитывался в него. Но поскольку сам Яндекс.Дзен одобрил канал, значит он его проверил. Тут вот что бросается в глаза, это хорошо, что автор пишет о своем личном опыте. То есть я выпустил статью, ну и как бы по тексту, возможно, тут есть, что он именно о себе рассказывает. Ну хотя нет, тут по тексту он о себе не рассказывает. Но тем не менее, тут язык повествования довольно живой. То есть видно, что он высказывает свое какое-то мнение. То есть тут нет я, конечно, но язык повествования живой. Я, конечно, тут встречал орфографические ошибки, но они тут не критичные. Возможно, это просто даже опечатки были. Ну то есть иногда, когда много пишешь, не замечаешь что-то, что упустил, пропустил. Бывает такое. Я, конечно, больше изучал тут ютуб-канал. То есть мне было интересно, как вот у автора случилось, что он оказался в такой ситуации. На мой субъективный взгляд, всегда интереснее читать или смотреть про живого человека. А то, что там придумали депутаты, ну это мне как-то вот не особо заходит. Но, как оказалось, вот судя по 17 тысячам дочитываний, не все такие, как я. Многих интересует эта тема. В принципе, люди этот канал комментируют, и если его чуть-чуть доработать, я думаю, это будет очень успешный, очень хороший канал. Главное, чтобы было понятно, что автор рассказывает о своем личном опыте, а не выдумывает все из головы. Вот такие вот картиночки, на мой взгляд, сбивают с толку. Ну и я, конечно, сам был бы поаккуратнее вот с такими заголовками, как «Государство придумало новый способ загнать нас в долги». Возможно, за него и не забанят, но уже близко к грани. То есть грань есть такая на дзене, которую лучше не переходить. Хотя я день за днем наблюдаю каналы, которые и не такие заголовки постят, и ничего им за это нет. Для этого же канала, на самом деле, мне кажется, самое главное не вводить как-то людей в заблуждение. То есть размещать реально подтвержденную информацию. Потому что на дзене очень следят, и если ты запостишь какую-то ложную, непроверенную информацию, канал реально могут забанить. Ко мне периодически люди, которые попали под пессимизацию из-за таких вот ошибок, они мне пишут. Ну а так, в целом, канал у автора, конечно, хороший. Самое главное, что у него есть свой авторский стиль, в тексте не так много ошибок, плюс он пишет про личный опыт. Читать можно, понятно, интересно. Ну то есть сейчас для развития канала нужно просто время. Возможно, если он хочет серьезно этим заниматься, то стоит задуматься над тем, как делать вот уникальные, интересные, хорошие изображения, которые вот будут как-то привлекать читателей. Я себе для этих целей даже дорогой смартфон купил. Но я понимаю, поскольку автор пишет про долги на собственном опыте, то денег у него не так много. В любом случае, нужно подумать над тем, как решить эту ситуацию. Собственно, кому не сложно, предлагаю поддержать автора, подписаться на его канал на ютубе, на дзене. Может быть, вы найдете что-то для себя интересное. Может быть, кто-то сейчас скажет, что ааа, реклама, рекламируют какие-то каналы, это не так, потому что я не взял за свою рекомендацию вообще ни копейки. Просто хочу помочь человеку. Вот. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok